Здравствуйте, дорогие болельщики Нижегородского старта и все любители русского хоккея. Мы продолжаем наш интернет-проект и сегодня в гостях у Серега ТВ на ваш вопрос, дорогие болельщики, будет отвечать полузащитник Нижегородского старта, кандидат мастера спорта Руслан Галюнин. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Руслан, вот вы помните, что этот матч хорошо у вас останется в голове с Курсбасом, который последнюю игру играли. Ну да, такими не сбываются. Какие чувства были после первого тайма? Ну, уверенность, ну, как сказать, не было уверенности в победе. Ну, в некоторых случаях там бывает даже, а это прям, ну, все по сценарию по их не ушло после первого тайма. То есть они играли строго, то есть залетело все, что было. А у нас может где-то силенок, может еще, ну, не знаю, силенок, мне кажется, не хватало. А во втором тайме просто чисто на эмоциях и чудо какое-то произошло. А вот можете рассказать про тот гол, который, может сказать, многие болельщики считают, что это решающий гол, начало-начало, так скажем, наших победных Курсбасов, которые вы забили этот гол. Как так получилось? То есть вы уже сознательно решили в момент пробивать или Александр вдруг он хотел пробивать этот удар? У нас все зависело от Паши. Там много вариантов было. Можно было и влево наиграть, и вправо. То есть, как Павел Гаврилов дал я туда-туда, то есть получилось вам надо, у Папаи, да? Ну да, удачно получилось. Что вратарь Курсбаса даже просто не шелахнулся. Ну хорошо, ладно. А был ли у вас в детстве выбор, чем будете заниматься? Да, да, 17-й лет стоял выбор. Я вообще хотел в футбол уйти как бы, и перспективы были хорошие. Но с течения обстоятельств, вот я уже гоняю седьмой год, мяч выше лиги, в хоккей, в поляр. Вот на трех чашах клуба, за которые вы выступаете, там Волка, Водник и Став. Чья чаша перевешивает? И почему? Ну вот для меня Став тоже как родной стал. То есть, и пока как бы особого желания нет никуда дергаться, ничего там, но Нижний Новгород меня вообще полностью устраивает. И домой я уже приезжаю намного редче. То есть, ну в сезоне я практически не езжу, я езжу только в отпуск, а все остальное время провожу здесь, в Нижнем Новгороде. А вот, Руслан, поединки против высших команд для вас принципиальны в чем-то? Нет, против Архангельского, так же, как и против других команд. Единственное, не люблю очень играть в Ульяновске. Очень не люблю играть в Ульяновске. А так, никакой разницы нет. А вот что вас может вывести из себя на поле и мне игры? У меня есть пара личностей разных команд, которые меня, для того чтобы водят, они даже, может, ничего не делают, меня со своим присутствием сразу. А у меня как бы... Балечки хотите им назвать? Не, я не буду говорить. Это секрет. Вы выйдете на матч. Потому что уже видно сразу, против кого я заложусь. А ваше плохое настроение как-то отражается на одномочасе? Ну, если честно, бывает это... Я сам себя горю, когда вот... Ну, проходят эти дни. Когда вот плохое настроение, да, дома бывают и какие-то там разногласия, так сказать. Но я сам себя виню, как бы это неправильно. Все эмоции должны оставаться здесь, в команде, о том, я должен быть. А вот, Руслан, скажите, а вы хотите, чтобы у вас сын стал таки есть? Честно говоря, тоже нет. Если... Единственная мечта у меня есть, думаю, то, что... Что у меня это началось, это... Единственное, если он футбол вырастет у меня. Ну... А вот в команде из-за номера 99 вас шутки не называют грязьки? Нет, откуда? У меня одно есть прозвище, я не буду его тоже говорить. А вообще, почему такой экзотический номер был? Это в Архангельске. Я как бы в Волге играл два года под одиннадцатым номером. И в детстве как-то у меня номера не ненялись. То есть, постоянного не было. Вот, перешел в Архангельск, когда... А там как раз уехали ребята на опуху, в Лаканин там был. И я захожу, как-то там лежит седьмой, семь седьмой и девяносто девятый. Ну, я хотел седьмой взять, следом Игорь Кипанович залетает. Но он как бы тренера был, нет. Он говорит, номер в рамку, в объем, говорит, ты все, никому в жизни не отдам. Ну, что, ну, я не знаю, семь седьмой я не стал брать. Девяносто девятка. Ну, вот, так и играю, но стал очень много. А вот главная причина крайне слабой реализации, 13-метровый, можете сказать? Ну, да, могу, конечно. У нас на протяжении трех лет постоянный пенальтист был Женя Устрюков, как вы знаете. То есть, у нас не было в этом проблемы никакой. То есть, он бил, забивал, как бы... Ну, даже мыслей не было, что там кто-то другой подойдет. А в этом году как бы столкнулись с этим. Один другой попробовал, третий попробовал. И вроде, ну, как бы ищем, ищем. Ну, я его читаю. То есть, как бы Саня Трофимов все взялся за дело вроде. И ему надо продолжать это. Потому что, ну, многое зависит от психологии. То есть, я себе могу сказать, вроде, что там, 11 метров, подойдешь сейчас, влепишь вроде, там, как не попасть в такие ворота. Ну, а вот подходишь и в нужный момент, ну, я считаю, от психологии многое зависит. Ну, то есть, если вот так Алексей Дьяков вам скажет, давай, Руслан, иди прибывай. Или вы откажетесь? Нет, я откажусь, наверное. Откажетесь? Уже от сильной безвыходности. Ну, понятно. Я уже понял, что не мое. Вот, Руслан, вполне реально, что в одну-восьмую финала, плей-офф, ну, старт сыграть со Сканифтьяниками. Вас не пугает перспектива еще раз катать отдых в Востоке? Да нет, расстояние как бы тут большой роли не играет. Ну, яблоко по себе есть, яблоко. Ну, мое желание будет сыграть еще раз с Иркутском. Не знаю, почему. Или Иркутск, или Новосибирск не было, чтобы нам это осталось. Нет, вы уже. Так. Расстояние, ну, блин. А вообще, насколько тяжело играть в Востоке? У меня первый год, ну, вот. Ну, я там не так часто играл, я, наверное, сколько в этом году? Раз третий на меня туда попал. Значит, третий или четвертый раз. Ну, вот первые разы были сложнее, сейчас уже как бы. И по времени попадаем как бы. Ну, заранее приезжаем. И, то есть, ну, все равно немного гарантизируешь уже. То есть, и мы, тем более, в последние годы, по-моему, попадаем туда. То есть, уже сначала в Иркутске погуляем три дня. Там все равно часовой поезд меняется сразу. Сначала потихоньку привыкаешь, а к Хабаровску особый дискомфорт. А есть ли у вас, Руслан, мечта сыграть в шведском чемпионате? Мне нравится в шведском, в шведском, как они играют. Но если бы команда старта участвовала в шведском чемпионате, если бы здесь играть с теми командами, я бы с удовольствием сыграл. Попробуй свои силы показать в шведском чемпионате, если так позаботиться. Я даже не задумывался об этом, но я говорю еще раз, я бы жить там не смог просто, в самой Швеции. Я говорю, если бы старта играл в шведском чемпионате, жить здесь, а играть за шведским командами неинтересно было бы, а так. А кто, по-вашему, выиграет чемпионат мира сейчас в Казахе? Честно говоря, буду сильно переживать за наши, за... Я, наверное, даже больше за Казаха буду переживать, чтобы они третье место заняли, а... По большому счету, ну, переживать в финале, если, я думаю, все равно финал будет, Россия и Швеция, я буду за наши, конечно, переживать, но почему-то у меня процентов 80, потому что Швеция выиграет. Вот на трибунах, если я не ошибаюсь, конечно, бывает заметна группа ваших, так скажем, профессиональных болейщиков. Расскажите о них поподробнее. Это ваши друзья? И друзья, да, часто приезжают на играх, и супруг у меня вообще каждую группу. Ни одной болище не пропустил. В каком-то там состоянии, даже ребенок болеет, болеет, мы всегда найдем выход какой-то, и она всегда приходит, сидит, поддерживает. Ну и, да, друзья у меня вообще очень часто, в том году, если не соврать, у меня теща-то побывала на четырех играх, причем на двух выездных, в Казань они приезжали, ну и друзья тоже. У меня раньше традиция была, на первой игру они приезжали ко мне всегда, в чемпионат. А в этом году, ну, а в последнее время уже зачастили, то есть мы всегда каждый раз их зовем, ну, очень часто они приезжают на игры. Я ее благодарен очень сильно. Какая команда чемпионат призвела на тебя особые впечатления в этом году? Ну, мне понравился Иркутск, понравился. Ну, я вот не беру, то есть такие команды, вот, как Динамо сейчас пять лет мне, как оно может мне нравиться там своей игрой, то есть ты постоянно там учишься чему-то от этого. Ну, чтобы вот, ну, такие вот команды, которые прогрессируют, и по игре, как бы, мне понравился очень Иркутск. Вот, ну, как бы, мы с ними сыграем уже игру, так вот, по интернету, я смотрел пару игр, вот, отметил бы их, ну, как бы, новость для меня стала, как Киров сейчас выступает в последних играх. То есть я тоже, как бы, ну, не ждал от них такого, ну, а Динамо Казань само собой там, то есть, все звезды собрались, все ребята там, ну, то же самое Динамо, есть, есть ничего себе. А вот в этом сезоне, какой самый труд для тебя мачка? Лично для меня, который не удался для меня мачкам, можно сказать только. Ну, самый трудный, конечно, здоровый, да, в предпоследнем туре, почему-то все из рук вон было, ну, как бы, без причин, не знаю почему. Ну, все, наверное, так. Вот, Руслан, скажите, вот, везение стоит особняком в хоккее, тем более, большинство хоккеистов, люди, ну, суеверные, да, а ты суеверный? Нет, ну, у меня есть какие-то приметы, там, с утра встать, допустим. Ну, вот обычный, да, да, такое есть, но, как бы, я не особо верю в приняты. А с кем в команде дружишь за пределами этого площадки? Из Нижегородска, не из нашей команды. Да, да. Так у меня, по-моему, практически каждый человек друг. То есть, я именем Литового площадка? Со всеми, совершенно со всеми, и за пределами, и на тренировках. Вот, хотел спросить, а ты посещаешь гостевые сады Нижегородска? Вот, еще один, просите, урожай, милейчи. Вообще, я так все постоянно, не заходи, Руси, не заходи, не заходи, вот, ну, там, месяц не заходишь, потом раз опять зайдешь, посмотришь, почитаешь, потому что, ну, иногда, конечно, приятно, как бы, после игры с Кузбаком. Зайти на гостевую, почитать, там, вроде, там, ребята довольны все, а иногда, ну, после Ульяновска, после таких игр, в общем, неудача для нас. Зайдешь, как начитаешься, ну, я не знаю, там, конечно, люди, эмоциональные болельщики, они тоже, там, переживают, но есть, которые люди переживают и действительно понимают, там, что, ну, что случилось в том или ином матче, а некоторые люди такие неадекватные, как бы, поэтому я не хочу туда заходить лишний раз. А с окном, как бы, все равно, нет, нет, не отвечаешь. Вот, когда команда играет на стадионе, вы слышите вообще поддержку стадиона, или вы в игре не слышите этого? Ну, вот, в последних играх, как с Кузбассом, например, там, уже, не знаю, сил нет, кто-то сзади тебя дует, гонит, ну, вообще, очень понравилось. То есть, последние игры, народ пришел, и мы для них праздник сделали, они для нас. Ну, то есть, играть при таких трибунах, вот, как бы, с Кузбассом, когда болельщик поддерживает это, вообще, одно удовольствие. Ну, и, Руслан, напоследок, несколько плиц вопросов. Вот, твой кумир любимый игрок в хоккей. С мячом? Да. Ну, Миша свежливый, как был у всех, наверное. Твои любимые блюда? Картошка, в любом вообще. С мясом, с сосиской, с картошкой, с котлетой, с чем угодно. А, из национальных блюдах какие-то? Ничего у меня такого, ну, я, как бы, на национальных блюдах не ростом, то есть, не особо. Вот, Руслан, если бы не стал хоккеистным, то кем бы? Бездеревным, таким. К чему испытываете отвращение? Затрудняюсь, сейчас не скажу я. А вот способность, которую хотели бы обладать? Мысли вычитать, наверное. Ваш девиз? Мой девиз? Тоже затрудняюсь, сейчас у меня нет, нет девиза. Вот, что бы вы хотели пожелать нашим межгородским болельщикам? Всегда верить команде, в первую очередь. И в трудную минуту, потому что у нас, мы, как бы, ничего, не Динамо-Казань, не Динамо-Москва, чтобы обыгрывать все и вся. И, там, ругать нас за поражение за таким. Нам, в любом случае, нужна ваша поддержка. И я хочу, чтобы никто от нас, ну, как бы, болельщик от нас не отворачивался. Всегда, как бы, поддерживал, приходил на стадион. И мы будем делать все, что от нас, все, что возможно. И в гостях у Серегы ТВ на ваш вопрос, дорогие болельщики, отмечал полузащитник Нижегородского старта Руслан Галюни. Продолжение следует... Продолжение следует...